И теперь обо всем более подробно. Уже почти два месяца пенсионеры вынуждены больше часа добираться до поликлиники. А все из-за перекрытия улицы Вавилова. Теперь из-за ремонта теплосетей там не ходят автобусы. При этом работы на этом участке должны были завершиться еще в конце июля. Сколько еще пожилые люди будут оставаться без общественного транспорта и с чем связан затянувшийся ремонт теплосетей, расскажем в нашем репортаже. Вышел тут на 92-й сел, через 2-м, выходишь и там больница. Так было уже много лет. Но теперь добраться до больницы для жителей улицы Побежимова – огромная проблема. Здесь живет много пенсионеров. И почти два месяца у них нет общественного транспорта. А все из-за перекрытия улицы Вавилова. Там идет ремонт теплосетей. Улицу закрыли, а все автобусы пустили по семафорной. Вообще по Вавилово перенесли остановки, когда новое асфальтирование было. Я звонила в департамент транспорта, потому что очень неудобно. Была остановка здесь около техникума. Ее нет теперь. Он мне говорит, там 300 метров, это с департамента. Я говорю, а вы приедете и посмотрите, где остановки у вас как. Этот вопрос вообще надо кардинально пересматривать. На самом деле расстояние между остановкой, которая была, и временной – 900 метров. В пожилом возрасте такой маршрут преодолеть сложно, к тому же многие ходят только с помощью тросточки. А ведь людям по состоянию здоровья часто приходится посещать поликлинику. И теперь пенсионеры вынуждены пешком идти до медицинского учреждения. Там даже нет где отдохнуть. Вот вся дорога, да, вот сколько дел на Поварилово, нигде, ни сидения, ни одного нигде. Там вот даже отдохнуть, присесть нет. То же самое и с походами в магазин. А перекопанная улица и установленные ограждения еще сильнее усложняют и без того длинный путь. Я вчера вышла в 12 часов дня. Пока дошла уже час второй. Мне там выписали лекарства, я это тоже прождала. И оттуда, вот считай, вот чуть ли не от линии, я шла сюда в аптеку. Пришла, пока выкупила лекарства, пока что я домой еле живая пришла. Если верить онлайн-картам, то дорога до поликлиники занимает 18 минут. Но за это время полтора километра преодолевает взрослый и здоровый человек. А пенсионеры проходят этот путь в 3-4 раза дольше. Автобусы должны были поехать по Вавилово еще три недели назад. Но дату окончания работ переносили уже дважды. Сейчас открыть улицу для движения обещают в последний день лета. Но люди уже в это не верят. Сначала обещали, что ремонт на этом участке от улицы Затонской до Королева завершится 28 июля. Потом срок перенесли до 15 августа. По словам местных жителей, с такими темпами работ они не уверены, что с заменой труб справятся и к началу отопительного сезона. Правда, в компании СГК нам рассказали, что до конца месяца этот участок точно должны доделать. А для переносов сроков были объективные причины. Во-первых, над всей длиной теплотрассы проходят сети телефонной связи. И для того, чтобы их не повредить, приходится работать практически ювелирно, в стесненных условиях. При этом энергетики используют большеброзную технику. И кроме того, совсем недавно прошли проливные дожди. Во время дождя и сразу после него проводить ремонт теплотрассы невозможно. А ведь впереди еще второй этап ремонта. И движение перекроют на соседнем участке дороги возле улицы Затонской. А все работы по плану должны завершиться до конца сентября. Получается, пенсионерам придется терпеть неудобства еще полтора месяца.